всем привет ну-ка сейчас поправлю чуток вот так отлично что долго на тренировку собирался сегодня погода классная но холодно так какая сегодня тема вопросы и ответы я готов ответить на те вопросы которые вы сейчас не зададите друзья а также на те которые мне задали раньше в почте или где-то еще вот рекомендую вообще на самом деле те кто меня постоянно регулярно смотрит да и имеется какие-то вопросы там сам я задать по тем видам деятельности по которым я обычно консультирую или записываю свои видеоролики подкасты и все прочее задавать вопросы в эфире друзья потому что так вы на них дождетесь ответа незамедлительно если же вы мне напишите письмо то боюсь я что отвечу я вам на него крайне нескоро и вообще на письма скажем стараюсь так отвечать мне приходит их очень много иногда до сотни в день такое бывает иногда ну ну 50 лет в среднем вот так вот приходит и конечно я там отвечаю быстро только на вопиющие письма или или деловые вот и почти не отвечаю никогда на те письма на которые давал ответы на вопросы в когда каких-то форумах своих уже видео которые и сайты скажу ребята смотрите там и все то есть набирайте на ю тубе прямо название прям вопросов и вообще-то забиваете и на него получите скажем так ответ вот так вот поэтому лучше в эфире и я привет ты меня прям регулярный зритель конечно рад пообщаться с тобой в плане диалога в том числе вот так так вот вопрос был значит по медицинской теме один из самых которых задают вот не знаю миллиард раз на задали уже два на миллиард раз можно ли тренироваться с там протрузии или грыжей в шейном отделе позвоночника ну на самом деле речь идет не только о шейном отделе позвоночника речь идет вообще позвоночнике как таковом вообще можно ли заниматься если протрузии друзья мне кажется я ответил на вопрос бесчисленное количество раз но вот точно в письмах ответ писать не буду больше по этому поводу вот наверное запишу может быть еще одно такое серьезное видео прямо так и будет называться прямо так и будет называться можно ли тренироваться с грыжами в шейном отделе позвоночника прям так и назову вот друзья все зависит от того какова клиника тренироваться можно совершенно любой морфологической формы любого заболевания вопрос только в том чем мы собираемся добиться каким образом сомки тренироваться и вообще самое главное как это сказывается на улучшение или там ухудшение жизненного консульта там с раком кишечника или легких там нивели из какой-то серьезной патологии вообще с инотошемической болезнью сердца занимаются кто-то занимается с дцп или чем-то еще не занимаются и по и и понимаете если грыжа и протрузии в шейном отделе позвоночника себя никак не проявляет вообще здесь вы они лишь узнали только тогда когда решили сделать томограмму да или там мрт и мр там не знаю что там угодно очень магнитная резонанса какое-то там исследование да и решили томограмму идет и компьютерную вас посмотрели протрузия грыжа там да вы и знали про нее и не узнали бы никогда возможно про нее если бы не сделали бы данный вид исследований конечно же надо заниматься может быть может а чё нет вы и она никак и не сказалось бы скорее всего на вас другой вопрос что у вас там предположим все болит вы тренировались тренировались бац заболела резко прострел высунулись у вас там херак вот такая там хрень конечно в обострении в острой фазе тренироваться нельзя это же очевидно любую болячку надо залечить а потому что хорошая и тренировка любая это всегда стресс до для организма если вы занимаетесь серьезно ну или даже если вы занимаетесь не серьезно то излишняя подвижность там где в настоящий момент требуется и мобилизация это прямое противопоказание это отсутствие терапии потому что для лечения заболевания опорно-двигательной системы одно из основных положений которые должно присутствовать это и мобилизация на ранней стадии то есть когда у вас есть обострение острая фаза там заболела вообще подвижности быть не должно она должна появляться в фазе восстановительного лечения когда уже все залечить ничего не болит вы начинаете но разрабатывать условно или побаливает но разрабатывать уже пора потому что все зажило вот только тогда вот поэтому если а если вы знаете что у вас есть такая патология она была когда-то и сильно выраженная предположим вот шейный ну то есть он хондроз который такой форме протекает как протрузии или грыжа до межпозвоночных дисков в шейном отделе позвоночника ремиссии добивайтесь добивайтесь стойкой ремиссии когда ничего не болит абсолютно все залечено не только тогда начинайте заниматься а вот терек самый главный вопрос самый 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 главный чем он заключается заключается в том что может человек и заниматься как я уже говорил и не болел ничего и бас и заболела и бас у него от протрузии и он думает а не из-за того ли у меня заболела что я занимаюсь предположим той же борьбой меня нагрузка на шею постоянно это мост я борцовский делаю или предположим меня там за голову там за шею захваты проходят какие-то или нагрузка где-то меня в каком-то там отделе но я не только про шею дать и про поясницу там в поясничном отделе наверное скорее всего поэтому были ну понятно издержки производства спорт так калечат чё ж тут поделаешь вот это вот абсолютно неправильный подход все этого говна это вот можно сказать так избежать абсолютно я имею ввиду не из тонов а по этому поводу а проблем связанных с этим а как их избегать а ровно точно так же как делает человек который в стадию за ремиссии лечит свою как раз там это грыжу или протрузию ну вернее не их самих а последствия с ними сами связаны а как а делается специального рода как бы лфк только делается виде специфической смоги разминки и виде специфической заминки на весь позвоночник если это все дело будет делаться то это будет являться лечебно профилактическим прежде всего конечно профилактическим методом для того чтобы такую проблему себе не заработать вот и все очень просто поэтому заниматься с этой фигней можно если она не имеет ярко выжены выраженной клинической формы при которой это вызывает сильнейший дискомфорт и дальнейшее прогрессирование патологии вот все а как это сделать как это проверить а вызывает она прогрессирование лет скажу я вылечил у меня ремиссия там да я начну заниматься у меня прогрессирование будет патология очень тоже просто выше мрт себе уже сделали посмотрели потом залечили начинаете сами заниматься сделайте через полгода через год мрт посмотрите есть там изменения в худшую сторону если их нет значит в направленном пути если они есть значит вы скорее всего не выполняли те методы как раз салфика самомобилизации самокоррекции и все если вы это все будете делать то минимизировано старение позвоночника будет идти конечно с каждым годом он будет становиться хуже вопрос только в том что он не должен волнообразно ну так утратить свою функцию не волнообразно скажем так скоротечной волной такой цунами пам херак и сразу плохо все стало за один год нет он должен постепенно стареть красиво стареть позвоночник должен красиво понимаете спокойно медленно плавно практически без этом ограничение функции все вообще проявиться должно знать только в чем снижение с высоты с дисков межпозвоночных в общем-то и больше ни в чем все то есть они конечно ниже станут до со временем это возрастное но и больше ни в чем это проявляться в общем-то не должно в идеале конечно если вы не ломаете если вы правильно выстраиваете свои динамические сам стереотипы правильно корректируете после занятий специфическим видами сами спорта то все у вас нормально все вернется в то состояние в которое надо после тренировки возвращаться будет за время сна перетренировка если разминку будете делать вы тоже минимально будете стачивать и стирать свою напорно-двигательную систему свою ну это же я такими терминами простыми говорю вот и проблемы будут минимизированы ну вот этот вопрос я ответил это вот один из наиболее частых вопросов вот я наверное запишу я на этот вопрос ответ в виде хорошего видео такого замастерю его второй вопрос который был недавно чё это я так долго не выгружаю видео на свой на основной канал на youtube в основном у меня все видео идут на live channel канале да на моем на лайв канале вот все вот эти вот основном которые я записываю когда машине еду где-то еще и все такое прочее друзья не было особо времени на монтажи все так что монтирую я сейчас несколько одновременно курсов один вообще бесит меня что закончить никак мне это не получается хотя уже спрос на него достаточно большой уже народ пишет михаевич давайте это же я анонсировал этот курс еще давным давно не курсом по сам питанию для тех кто на сушке ну то есть она так и называется вкуснюшки для тех кто на сушке там не дается рекомендации по сушке как таковой хотя может я их и туда включу там есть рецептура и видео значит вот уроки по приготовлению сладких и вкусных блюд без сахара практически с очень малым содержанием сахара если там содержание сага если там даже сахар есть то с минимальным содержанием в одном продукте жира и сахар то есть не сочетаемых вещей которые не надо сочетать когда вы на сушке находится то есть углеводы жирами там практически не сочетаются вот такой курс там несколько рецептов несколько видео которые вообще конкретно помогают вот просто потому что после двух недель сниженной ну где ты со сниженным содержанием углеводов некоторые люди просто не выдерживают и лезут на стену если у них не стоит задача в какой-то короткий срок а форсировано приобрести форму когда человек на мотивации там просто колоссальный может там пожертвовать там всем и состоянием своим и тупить там и у женщин даже прекращаются там месячные там и что-то еще там вообще и доводится до пиковой формы что выступит на соревнования вот не для этих людей а для тех кто хочет постоянно вот вот выйти на форму предположим ну как я и находиться в хорошей физической форме поставить чтобы купить и пресс там были видны и все вот какие блюда ваш сладкого хочется кобздец как вообще все организм хочет обмануться ему нужно там выплеснуть эндорфины там энкефалины сертонин допамин там вот ему это надо вот мы же наркоманы до допамин мы то есть нам он нам хочется в этот кайф виды получить от вкусной сладкой там все такое прочее вот как обмануть с глюкоза она от длинных углеводов нормально пойдет но тут обманывать себя не надо она в крови будет находиться потому что там углеводы длинные все равно какие-то будем употреблять пусть в ограниченном самки количестве а вот сладкого хочется понять особенно вечером когда ты целый день себя в руках держал 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 жрал там салаты одни клетчатку там белок и все такое прочее и потом пипец под вечер просто смоги муха томатова да хочется что-то спороть такой вот как раз там есть рецепты таких блюд которые в этом плане конкретно выручают просто капитально вот его монтирую потом еще монтирую курс по очистительному дыханию очень хорошая как бы тема я и про него пока не говорил но видео для него сми записываю продолжаю за значит ромает смыть монтировать курс по макеварит продолжение макевара битер вот мне вообще весело планирую выпустить за этот год там и а два адванс это и мастер и профессионал то есть надо когда закончить то блин никак руки не дойдут все думал что с бадюком и книгу закончим от кстати следующий вопрос думал книгу закончим и тогда уже выйдет чтобы чтобы не мешать реализации сами книги потому что в книге как раз методика должна была быть описано чувство книга не выйдет никогда с бадюком скорее всего выпущу один и вот поэтому курс я я выпущу раньше ну вот его и вот поэтому собственно говоря я немного видео записывал вернее вообще не записывал на свой основной канал и все шло на live channel вот такие вот эфиры в основном но сейчас сейчас значит я что это самое выпустил два видео туда загрузил посмотрите зайдите на мой основной канал михаил шилов ли шилов м два видео одно видео это мотивирующая мотивашка такая по поводу того как собраться на тренировке с утра вот сейчас особенно весной когда холодно то есть что с собой взять как одеться я написал как это делаю я какие ошибки для утренних тренировок совершать не надо ну когда морозно и вообще очень важный момент это что с собой брать на вел тренировки или дальние тренировки когда вы бегаете в лес куда-то далеко или ездили велосипеде все такое прочее то есть такая тема и там еще фрагмент я записал своей утренней там тренировки посмотрите как я занимаюсь возможно это промотивирует вас а вторая на второе видео это ответ на один из вопросов тоже о том как можно ли и не поздно ли заниматься начинать такими серьезными видами физической подготовки в плане физической подготовки это кроссфит в плане бойцовской подготовки можно ли заниматься ммэй после 30 40 50 лет если не занимался или занимался когда-то давно но форма там утрачено совсем вот об этом это видео там сначала идет вступительная часть я рассказываю о том что и как свое понимание этой темы и о том как я эту тему решаю для своих подопечных тут у меня тренируется и для себя потому что мне самому за 40 вот второй момент это я там привожу тоже тренировку нашу одну из там там ударной техники совсем нет она у нас была больше борцовская причем для многих знаете кто у меня занимается борцовская техника это вновь то есть это одна из первых борцовских тренировок тем не менее посмотрите как занимаются мужики которым за 40 лет и как они в самом начале делают там кроссфит на полчаса прямо это серьезный вот и по интересное видео думаю нормально получилось по крайней мере те отзывы что написали там людям понравилось вот так что заходите и глядите смотрите вот по поводу книги с бадюком опять же вопросы задавали когда же наконец выйдет ваша книга с сергеем николаевичем бадюком по макеваре макевар сердце карате когда она выйдет вообще друзья я думаю она никогда не выйдет уже я в это не верю что она выйдет когда-то по крайней мере как наш совместный проект потому что сергей николаевич откровенно говоря надо подзабил на это либо подзабил на это в отношении меня что я ему напоминал нечетное количество раз про эту тему вот сначала это были завтраки то есть что завтра 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 я сделаю то завтра я сделаю все завтра я заберу материалы завтра я передам их куда-то завтра еще что-то потом видимо ему 1 заебало мое вот это что его постоянно тормошу и он решил так потихонечку меня начать игнорить и так откровенно вернишь называется вот и занялся другими вещами он стал депутатом потом у него поездки по сирии по интересные проекты с оружием там и все такое прочее видимо ему не до этого короче говоря все тема заглохла я очень жутко сожалею что хренову тучу времени я потратил на эти вот ожидания по поводу того чтобы эту книгу выпустить за это время я выпустил бы ее сам бы 20 тысяч раз единственное только и но интересно было выпустить ее вместе с ним ну потому что что уж говорить я кривить душой не буду его присутствие на так обложке данной книги безусловно сделала бы ее ну презентабельной так как у него многотысячная там армия фанатов и конечно популяризация бы этого вопыздания было бы намного выше если бы он фигурировал там как соавтор ну один из авторов вот так вот скажем потому что там вообще материалов как бы на равных было бы ну у него они в основном больше такой направленности популистской и демонстрации его комплексов на тех снарядах которые он там сам придумал ну и чему научили хегаон там ли кого-то там еще вот так вот ну и там ряд саблиса авторов а методология в основном вся от меня там идет вот так вот именно методического содержания потому что он занимается тоже на макеваре по моей методике вот в том числе потому что он разные но использует методы но в том числе и мой на одном из этапов он от него вообще просто фанател но увлекающий человек если он с той поры там еще что-то посмотрел где-то он уже и то делает собственно говоря то есть в этом плане он качество молодец что пробует все но есть тут и нюансы чтобы освоить хорошо какой-то сам снаряд надо на нем долго работать может не один год даже чтобы от него получить все штука можно взять но он и занимается в гараже тренируем у него есть он постоянно тренируется на нем я рад что есть от этого польза ну ладно это дело десятое очень короче книгу я выпускать буду сам когда это произойдет я не могу сказать самоточно потому что сначала я все-таки выпущенные на видео курсы в которых в принципе будет содержаться все что в этой книге есть и что касается методической части непосредственно вот а потом уже и будет эта книга а какие-то вещи так как у нас было под было самосоглашение по этому использованию материалов до различных которые в эту книгу войдут учитывая тот факт что те материалы которые там от сергея те что вот интервью я брал у него в таиланде который там потом обрабатывал транскрибировал там что-то еще там делал да за этими материалами с огромную работу провел учитывая тот факт что эта работа предполагалось что на купится с издание самки книги а теперь понятно что она не окупится создание книги я думаю что в плане комментариев и плане как интервью я могу использовать эти транскрибации для выхода для выпуска в виде серии с рассылок то есть так и так будет написано взял интервью вот интервью про то-то просит и будет там рассказано это можно будет получить это эти вещи в моих рассылках так что подписывайтесь на мои каналы получите эти материалы презентация будет отдельно сделано совершенно то есть отдельным образом вот дальше поехали так чем дальше ребят задайте вопрос какой-нибудь сейчас самое время что-то это поспрашать самое самое то конечно я найду на что ответить что еще задавали но не уверен в том что отвечаю на те вопросы которые интересны тем кто в эфире в данный момент присутствует еще один этот момент значит по поводу моего запуска моих сайтов тут какое-то время все мои сайты висели находились на протилактической работе то есть они не работали невозможно было сделать ни заказы никакие не там почитать что-то посмотреть вообще просто это капсда была да то есть абсолютно все ресурсы висели тотально кроме корректуры то есть а корректуру.ру остальные все висели сейчас все сайты работают все системы приема платежей задействованы так что можно спокойно заходить кто подписан был на мои ресурсы на буду шин буду блог доктор шилов и так далее заходите читайте материалы материалы сейчас там основа стали пополняться появляться новые если где-то в старых материалах если будете там искать дать смотреть что-то там в поиске просто прочитывать материал сайтов найдете места где где-то там там фотографии или ссылка на видео не работает обязательно пишите пишите на e-mail все будем все будем поправлять все заработает все будет чики-пики будет класс так что ресурсы тоже все работают обязательно да кстати сейчас проходит из-за того что не было ни на мой день рождения толковых акций ничего проходит ряд акций следите за значит анонсами тоже везде на всех моих вернее во всех моих социальных сетях на всех ресурсах напоминаю что у меня социальных сетях есть проекты которые называются точно так же но почти все как и мои сайт то есть на всех во всех соцсетях есть а значит а сообщество корректура во всех социальных сетях и сообщество макевара во всех социальных сетях есть сообщество доктор шилов так что вы можете заходить и принципе там вот всегда бывают все анонсы всех видео которые у него и выходит дать но тематических и различных прочих материалов выходов там акций различных так что обязательно заходите туда и все вы там найдете советую не значит игной блин советую не над игнорировать эту ситуацию значит почему да потому что как сказать акции они не в они не постоянные акции на то есть акции блин дорожная ситуация такая чтобы это капсда нам если пришлось пропустить там сзади меня человек на ругается по жуткой теме вот ладно сейчас нормально все будет вот поэтому успевайте пользоваться такой фишкой часто бывает это вообще замечательно да еще какие значит есть новости про новости расскажу значит интересная новость заключается в том что сейчас в болгарии реанимирована федерация традиционного каратэ дофудокан уехал туда этим носом заниматься мой коллега и мой партнер привет привет мой коллега и мой партнер александр чистяков вот он сейчас президент болгарской федерации поеду я летом к нему туда он в бургас и поеду на отдых в европу на машине и заеду туда там тоже делаем позанимаемся всякими разными вот и именно через него будет идти представительство по макеваром на всю европу на евросоюз вообще на весь вот на евросоюз и на европу так что те люди которые смотрят меня в евросоюзе и которые думают как можно получить мою продукцию там прямо в европе они то чтобы я выслал сюда по почте там или как-то еще очень представительство будет там фактически я адресовать буду всех на самом деле к нему для решения вопросов этих более того через него будет тоже сделано представительство по продаже всех моих методических материалов прямо в европе непосредственно где можно купить майку какую спортфаза майку спортфаза такой спортфаза это фирма такая то лейбл такой название торговой маркой что это если след я знаю где можно купить майки будушин ребят вот это я могу сказать конкретно их можно купить у меня и всю продукцию с милки будушин тоже можно купить у меня же это моя фирма а где там покупать там майки хайбузы каких-нибудь там firetex а или что-нибудь еще это ребят на сайт этих фирм заходите ищите представителей и покупайте где везде в интернете можно купить элементарно интернете можно купить все через интернет что угодно начинает не ко мне вопрос скорее всего если задали вопрос где я покупаю что-то вот я по ответил а где можно купить до хуя до червозной чем можно купить так дальше вот я чувствую сегодня в клубе то вообще никого не будет как я люблю праздники по одной причине по той что народ нас любит бухать гулять скешить свой там ложный патриотизм тем чтобы сесть за столом нахерачиться по полной программе шары залить выйти на улицу погалдеть проявить этом солидарность в какой-то гунге там где проявлять ее но не надо наверное с шарами залитыми в спортивных клубах в это время обычно божественная пустота и вот я приезжаю спортивный клуб кого я застану сейчас здесь знаете я застану сейчас свою семью я сейчас здесь может оказаться мой сын со своей и самки девушкой и и здесь уже находится моя жена и моя дочка сейчас мы приедем и будем заниматься спокойно и размеренно хотя принципе могли бы дом позаниматься у меня дома свой спортивный зал вот но знаете в клубе иногда получше тут можно дома мне пришлось бы баню бы топить на вечер и все сегодня я ограничусь здесь хамамом сауны все такое вот по стадиону тоже не буду сегодня бегать хотя я бегать больше люблю на улице знаете может быть данный я вру вам да я с удовольствием бы больше наверно позанимался бы на стадионе бы на улице взял бы с собой петли TRX еще бы кроссфит бы поделал и все такое прочее даже больше нравится почему еду в спортивный клуб ну причина для этого такова что здесь мы можем еще дополнительно пообщаться все вместе всей семьей вот это немаловажно для меня еще потому что в спорте в своем спортивном зале дома могу в основном если можем мы позаниматься вместе то только жена дочь и я вот так а сын он это самое живет в другом месте вот поэтому вниз и не пересечемся в клубе пересечемся вот и потом спортивном зале все-таки одному своем домашнем лучше заниматься в инвентаря не такое большое но громадье что называется количестве и не очень большое поэтому чтобы друг друга не ждать там да вдруг если понадобится всем качать ноги ни с того не сего то чтобы не ждать эту раму для приседаний вот лучше приехать в клуб в общем и надо разнообразие надо и заниматься и на улице и в клубе и везде где только можно и будет вообще тогда чики-пики все друзья я в общем-то приехал до куда хотел у меня тренировка всем вам удачи увидимся скоро готовьте вопросы заранее всем салют всем пока